Это точно. Добрый день, Татьяна Викторовна. Добрый день, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать. Давайте традиционно вначале проверим связь, как вы меня видите и слышите. Если все хорошо, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу. Вижу уже. Здорово, отлично. Можем тогда продолжать. И еще тоже попрошу вас, напишите, пожалуйста, в чате, кто вы, по профессии, из каких населенных пунктов нам очень важно знать географию нашего вебинара. Представлюсь для тех, кто не знаком со мной. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей калькационной категории, дефектолог, нейропсихолог, брейн-тренер. Все, заговорюсь, как раз читаю параллельно, извините. Брейн-тренер, член экспертной группы аттестационной комиссии, руководитель службы социального сопровождения семей с детьми. И сегодня мы с вами поговорим о центре конструирования в дошкольном образовательном учреждении. Информация, представленная мною, будет полезна руководителям и специалистам дошкольных учреждений. И, конечно же, родителям в том числе. В дошкольном образовании важно заложить основу для гибкости и креативности в самом начале пути. Частью предметно-развивающей среды, созданной для уникальных занятий с дошкольниками, для увлекательных занятий с дошкольниками, является центр конструирования. Конструирование в детском возрасте играет важную роль в развитии детей, особенно в дошкольный период. Этот процесс не только способствует творческому самовыражению, но и также формирует важные навыки, качества, необходимые для гармоничного развития личности. И каковы же основные аспекты значения конструирования? Давайте подойдем с этой стороны. В первую очередь, это развитие мелкой моторики и координации. Конструирование способствует улучшению мелкой моторики рук, а это важно для развития координации, движений, точности. Дети учатся управлять своими руками, а это является основой для дальнейшего обучения и выполнения более сложных задач. Это формирование мышления. В процессе конструирования дети развивают пространственное мышление, образное восприятие. Они учатся анализировать объекты, планировать свои действия, решать конструктивные задачи. Это способствует развитию логического мышления и способности к обобщению. Следующий аспект – это социальные навыки. Конструирование часто происходит в группе, что помогает детям развивать социальные навыки, такие, как умение работать в команде, слушать других и делиться своими идеями. Это формирует у них чувство ответственности и организованности. Еще тоже важный аспект – это творческое самовыражение. Этот вид деятельности предоставляет детям возможность создавать собственные конструкции, развивает их креативность, воображение. Конструирование позволяет детям экспериментировать с различными материалами и формами, что является важным аспектом их творческого развития. А также еще в процессе конструирования развивается речь. Дети активно общаются друг с другом в процессе работы с компьютерами, с конструкторами. Общаются друг с другом, со взрослыми. А это способствует расширению их словарного запаса, улучшению речевых навыков. Они учатся описывать свои действия, замыслы, что важно для развития коммуникативных навыков. Конструирование также влияет на личностное развитие, способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, настойчивость, воля. Дети учатся преодолевать трудности в процессе создания своих проектов. А это формирует у них уверенность в собственных силах. Таким образом, конструирование является не просто игрой, а важным аспектом деятельности, важным видом деятельности, способствующим всестороннему развитию ребенка. Оно закладывает основы для успешного обучения в школе и дальнейшей жизни, развивая как когнитивные, так и эмоциональные аспекты личности. Центр конструирования в дошкольном образовательном учреждении по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Это такое специализированное пространство, предназначенное для развития творческих и конструктивных навыков у детей дошкольного возраста. Основная цель таких центров – стимулировать интерес к конструированию и моделированию, что способствует развитию мышления, мелкой моторики, креативности. Играет важную роль в развитии детей, способствует их творческому, социальному, когнитивному развитию. Этот центр предоставляет детям возможность заниматься конструктивно-модельной деятельностью, что является, опять же, не только увлекательным, но и образовательным процессом. Это пространство обеспечивает свободную игру. Участники могут самостоятельно выбирать, с чем и как им играть, а это способствует проявлению их самостоятельности и творческих способностей. Кроме того, пространство обеспечивает обучение через игру. Воспитанники развиваются через процесс создания, экспериментирования, решения проблем и ситуаций, что особенно важно в процессе раннего образования. Обеспечивает социализацию, работая вместе над проектом. Дошкольники учатся общаться, договариваться, работать в команде. Физические навыки развиваются, конструирование требует использования мелких мышц рук, а это способствует, опять же, развитию моторики, то, о чем я говорила. И также обеспечивает стимулирование интеллекта. Дети пробуют распознавать формы, цвета, размеры. Они улучшают свои математические и инженерные навыки. Центр конструирования может быть постоянным местом в дошкольном образовательном учреждении или организовываться временно для определенных занятий или проектов. Главное, чтобы он был безопасным, доступным и стимулирующим для малышей. В этой зоне дети могут свободно экспериментировать, исследовать, реализовывать свои идеи. Занятия тренируют пространственное мышление, тренируют креативность, самостоятельность, умение работать в команде, дают ресурсы для творчества, обучения и социального взаимодействия. Основные его цели – это становление когнитивных навыков, содействие тренировке логического мышления, пространственного восприятия, решение проблем, стимулирование творческих способностей, создавать условия для самовыражения и креативности через построение конструкции. Социальное взаимодействие – способствовать развитию коммуникативных навыков, по умению работать в команде, физическое развитие, развивать мелкую моторику, координацию движений через работу с различными материалами и инструментами. Эмоциональный рост – поддерживать уверенность в себе, чувство удовлетворения от выполненной работы. Основные задачи Центра конструирования в дошкольном образовательном учреждении, которые помогут создать условия для полноценного развития, способствуя их творческому интеллектуальному росту, это создание благоприятной обстановки для игровой деятельности, где дети могут экспериментировать, исследовать, создавать. Обеспечение доступа к разнообразным конструкторам, материалам, подходящим для разных возрастных групп. Организация обучающих игры, заданий, которые помогут дошкольникам осваивать новые знания и умения. Поощрение самостоятельности, инициативы у воспитанников в процессе построения, создания собственных проектов, умения принять решения через практическую деятельность, поддержка языковых навыков через общение и обсуждение идей в процессе работы и содействие формированию позитивного отношения к учебе и саморазвитию. Центр конструирования создан, напоминаю, для всестороннего развития, стимулирования интереса к обучению и творчеству. Младшие дошкольники в первую очередь увлекутся изучением свойств материалов и форм деталей. Старшие с удовольствием посмотрят презентацию о знаменитых памятниках архитектуры и попробуют их повторить. Центры конструирования основываются на нескольких ключевых принципах. Первый принцип – это избыточность материалов. То, что наличие разнообразных конструктивных элементов позволяет детям создавать множество форм и конструкций, что стимулирует их воображение. Следующий принцип – это неструктурированность. Материалы не имеют строгих правил использования. Опять же, это дает детям возможность интерпретировать их по-своему. И еще один принцип – это однородность. Использование схожих материалов помогает детям сосредоточиться на процессе создания и развивает их способность к концентрации. И встает вопрос, как организовать центр конструирования ПОВГОС. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в России предусматривает создание развивающей образовательной среды для стимулирования активной познавательной, творческой, социальной деятельности воспитанников. Организация конструкторских уголков в дошкольном образовательном учреждении ПОВГОС должна соответствовать следующим принципам и рекомендациям. Первое – это пространственное оформление. Выделите в группе достаточно места, убедитесь, что зона безопасна для воспитанников, обеспечьте хорошее освещение и доступ к наполнению. Следующее – это материалы и оборудование. Подберите конструкторы и дополнительные приспособления, соответствующие возрастным особенностям группы, педагогическим задачам. Это могут быть кубики, пазлы, мозаики. Конструкторы различной сложности. Об этом я еще рекомендации буду давать более подробно. Что дальше? Предоставьте инструменты для работы с разными материалами. Организуйте хранение принадлежности таким образом, чтобы дети могли самостоятельно брать и убирать их после использования. Периодически обновляйте, дополняйте материалы и оборудование, чтобы поддерживать интерес и предоставлять новые возможности для обучения. С точки зрения образовательной деятельности, что здесь? Разработайте и внедрите образовательные программы, занятия, которые будут способствовать достижению целей и задач. Используйте игровые методы и приемы, чтобы стимулировать интерес к моделированию. Разработайте тематические проекты, занятия, которые будут проводиться в уголке. Важно учитывать возрастные особенности воспитанников и их интересы. Свяжите занятия по конструированию с другими образовательными областями. Определите методические подходы и формы работы с дошкольниками. Единичные, групповые, совместные проекты. С позиции педагогического сопровождения. Что еще здесь? Обеспечьте присутствие педагога, который будет помогать детям, направлять их деятельность, задавать вопросы, предлагать задачи для развития мышления. Педагог должен поощрять дошкольников самостоятельности, взаимопомощи, сотрудничестве. Определите, кто будет проводить занятия в центре конструирования, воспитатели, педагоги дополнительного образования и так далее. Организуйте обучение педагогов методикам работы с дошкольниками. Будьте готовы адаптировать программу и методы работы в зависимости от интересов и потребностей воспитанников. С позиции оценки и рефлексии важно разработать методы оценки достижений в процессе конструирования. Используем игровые и творческие методы оценки, чтобы поддерживать положительное отношение к процессу обучения. Важно регулярно оценивать, как дети используют уголок, центр, правильно говорить. Отслеживайте их прогресс, проводите рефлексию с участниками, беседуйте о том, что они создали или узнали, чтобы закрепить новые знания и навыки. В взаимодействии с семьями информируем родителей о целях, задачах центра проектирования, конструирования, о том, как они могут поддерживать развивающий процесс своих детей дома. Организовываем мероприятия и выставки, где воспитанники могут продемонстрировать свои работы родителям. Это помогает вовлечь семьи в жизнь детского сада и привлекаем родителей к участию в проектах и мероприятиях. При организации центра конструирования в дошкольном образовательном учреждении ПОЗГОС важно учитывать, конечно же, личностные особенности каждого ребенка, предрасположенность к различным видам деятельности, чтобы они соответствовали его уровню развития, интересам, потребностям. Наблюдаем за тем, как дошкольник взаимодействует с материалами и конструкциями, чтобы адаптировать занятия, задания, предложить подходящие образовательные мероприятия. Предлагаем разнообразные условия для проявления способностей, чтобы удовлетворить потребности детей с различными уровнями моторики, внимания, когнитивных способностей. Требуется осмысленное планирование, готовность к изменениям и адаптации, постоянное взаимодействие с детьми, чтобы создать качественный центр конструирования в детском саду, цель которого обеспечить мотивирующую и развивающую среду для успешного обучения и воспитания дошкольников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. И важно еще стремиться к тому, чтобы модуль был интегрирован с другими образовательными зонами и видами деятельности в образовательном учреждении, такими как чтение, искусство, наука. Можно использовать тематические подходы, чтобы связать моделирование с текущими темами обучения или сезонными событиями. Поощряйте дошкольников задавать вопросы, исследовать, экспериментировать в процессе построения модели. Создавайте ситуации, в которых они смогут искать решения, пробовать различные стратегии и оценивать результаты своих действий. Планируйте работу так, чтобы воспитанники могли регулярно возвращаться к определенным видам деятельности, углубляя и закрепляя полученные навыки. Фиксируйте процесс работы и достижения с помощью фотографий, рисунков, записей, чтобы использовать эти материалы для анализа, обсуждения, планирования дальнейшего обучения. Опять же, администрация обеспечивает педагогам доступ к обучающим ресурсам для повышения квалификации, чтобы они могли эффективно использовать конструирование в образовательном процессе. И организация центра конструирования в дошкольном образовательном учреждении требует учета возрастных особенностей. Важно создать условия, которые будут стимулировать их интерес к творческой деятельности. И основные требования к наполнению модуля для разных возрастных групп, сначала для младшей группы, 3-4 года, безопасность. Проследите, чтобы все комплектующие были безопасными, без острых углов, мелких деталей, которые ребенок рискует проглотить. Простота. Используем крупные, легко соединяемые элементы, крупные кубики или мягкие конструкторы. Цвет и форма. Выбирайте яркое и разноцветное оборудование, чтобы привлекать внимание детей. С позиции организации пространства обустройте центр, легко доступным для воспитанников с низкими полками, корзинами для хранения принадлежностей. Повлекающие элементы используем. Предоставьте простые игрушки, которые можно складывать, разбирать. Например, пирамидки или крупные пазлы с небольшим количеством деталей. Следующая возрастная группа, средняя группа, 4-5 лет. Здесь разнообразие материалов. Добавьте конструкторы с более мелкими деталями, но все еще достаточно объемными для комфортного использования детьми. Вводим тематические наборы, например, ферма, транспорт или город. Обеспечиваем уголок игровыми наборами, способствующими тренировке логического мышления, координации движений. Еще здесь важно предусмотреть простейшие схемы и картинки, которые дети могут использовать для сборки конструкции. И продумайте четкое разделение на зоны для разных типов конструкторов. Следующая возрастная группа, старшая, 5-6 лет. И включите наборы с более сложными и мелкими деталями, например, лего. Предлагайте задание проекта, например, построить мост или башню. Стимулируйте коллективное моделирование, чтобы дошкольники учились работать в команде. Создавайте зоны с различными темами. Город, природа, транспорт. Включите безопасные инструменты, такие как пластиковые отвертки, молоточки и тому подобное. Следующая возрастная группа подготовительная. 6-7 лет. Используйте конструкторы, которые позволяют создавать сложные модели, включающие механические элементы. Включайте задания, требующие планирования и выполнения проектов. Например, строительство макета города. Детализированные схемы, включаем которым дошкольники могут следовать самостоятельно. Вводим начальные элементы робототехники, электроники. Например, простые схемы с батарейками и лампочками. Полки и ящики для хранения вещей должны быть четкой маркировкой, чтобы дети могли самостоятельно находить и убирать нужные принадлежности. Общие рекомендации для обустройства центра моделирования будут следующие. Это эргономично удобные столы, стулья, хорошее освещение для предотвращения утомляемости глаз, возможность демонстрации готовых работ и обмена идеями, регулярное обновление и ротация материалов для поддержания интереса. Создание хорошо организованного центра поможет развить навыки и сделает процесс обучения увлекательным. Центр конструирования в детском саду важен в комплексном продвижении воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Он обеспечивает уникальную среду для обучения через игру и творчество. Внедрение такого модуля в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом требует внимательного подхода к выбору материалов, обучению педагогов и разработке образовательных программ. Достигаемые результаты это повышение познавательной активности, формирование критического мышления и умение работать в команде. А это вклад в будущее каждого ребенка. Создавая основу для критического мышления и умение адаптироваться к быстро меняющемуся миру, они становятся звеном цепочки дошкольного образования, формируя основу для успешной жизни. И существует два основных типа конструирования. Техническое и художественное. Техническое конструирование это конструирование, которое направлено на создание моделей и конструкций, которые могут быть реальными или вымышленными. И основные характеристики включают конструирование из строительных материалов. Используются геометрические формы, такие как кубики, кирпичики. Дети учатся создавать устойчивые конструкции. И также конструирование из деталей конструкторов. Включает использование различных элементов с разными способами соединения. Штифты, гайки и так далее. И художественное конструирование, оно направлено на создание эстетически привлекательных объектов. Включает в себя конструирование из бумаги. Используются различные техники работы с бумагой, такие как сгибания, разрезания, для создания поделок и фигур. И конструирование из природных материалов. Дети используют природные элементы, шишки, веточки для создания художественных изделий. Итак, группа раннего развития. Центр сенсорики и конструирования. Для организации предметной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками. Освоение сенсорных эталонов формы, цвета, размера. Что здесь может быть как вариант? Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами. Конструктор мягких деталей среднего размера. Напольный конструктор деревянный цветной. Настольный конструктор деревянный цветной с средними элементами. Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета. Что еще? Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными элементами. Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров, цветов. Шнуровка различного уровня сложности комплект. Набор для построения произвольно-геометрических фигур. Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования. Набор кубиков среднего размера. Набор мягких модулей. Набор элементов для составления сенсорных дорожек с различным рельефом поверхности. Располагается центр в таком месте, чтобы дети могли легко подойти к нему, иметь возможность брать весь материал и пользоваться им. Невысокие стеллажи, полки, достаточно места на ковре, где дети сооружают постройки. Хранятся конструкторы в пластиковых контейнерах, куда дошкольники сами его складывают. Модули самого большого размера составлены в углу групповой комнаты, где они не мешают выполнению режимных моментов. Металлические конструкторы держатся в фабричной упаковке. Следующая младшая группа, 3-4 года. Чтобы обеспечить выполнение этих задач, уголок конструирования помещают крупный напольный конструктор, набор кубиков, пластин, кирпичиков, цилиндров для сооружения построек на столах, контейнерах, в ящиках. Пазовый конструктор типа лего, крупный или среднего размера. Блоки денеж, палочки кюзинера, наборы геометрических фигур разного цвета для плоскостного конструирования. Игрушки небольшого размера для обыгрывания построек и организации сюжетной игры. Куклы, фигурки животных, транспорт, бумага, разные фактуры, плотности, толщины, ватман, картон, пища бумага, гофрированная бумага. Она может быть, бумага может быть как в виде прямоугольных и квадратных листов, так и в форме круга. Также еще на эту плотную основу дети могут накладывать детали. Яблоки, сливы, мячики и прочее. Следующая группа среднего дошкольного возраста, 4-5 лет. Здесь тематические конструкторы. Город, зоопарк, детская площадка или подобные им. Набор мелких игрушек, включающих в себя экзотических животных, изображения людей разных возрастов. Например, здесь же может быть регулировщик движений, играющие дети и так далее. Поскольку подобрать такие фигурки не очень просто, да и стоят они дорого, можно найти в интернете, распечатать двусторонние изображения персонажей. И для прочности мы их ламинируем пленкой и прикрепляем подставку из гофрокартона. Такие фигурки будут оживлять игру и вызовут желание детей придумывать новые ситуации и сюжеты. Здесь же еще бросовый материал, мелкие тарелки, стаканчики одноразовые, катушки, коробочки из-под чая, продуктов и так далее. Крупные коробки из-под обуви, ящики из-под конфет, печенье, например. Из мелкого материала дети мастерят поделки, а крупные используют для создания, обыгрывания построек наподобие корабля, самолета, борода для кукол и так далее. Большие коробки для более эстетичного вида обклеиваем остатками обоев, цветной бумагой. Здесь еще также наборы для бумага, творчества, прямоугольники, квадраты разных цветов, детали для декорирования. Дети могут самостоятельно изготовить открытку, подарок родным, украсив ее букетом, орнаментом из фигур, изображением сказочного героя, выбрав из предложенного разнообразия декор по душе. Всевозможный природный материал, каштаны, шишки, сухие листья, кора, ветки, ореховая скорлупа, бросовый материал, катушки, коробочки из-под соков, одноразовая посуда, пластилин для крепления деталей, поделок, клей, простые схемы рисунки, поделок, построек, изображения зданий разного назначения, жилой дом, театр, детский сад, поликлиника. Для художественного конструирования центр оснащается различным природным материалом, запасами бумаги различного тиснения, картоном, фольгой, безопасной проволокой, элементами декорирования поделок, пайетками, стразами, наклейкой основе, кружевной тесьмой. Украсив свои поделки из бумаги, природного материала, дети не только играют с ними, любуются, радуют близких подарком, сделанным собственными руками, но и понимают, что труд человека приносит пользу, создает красоту. Это стимулирует фантазию и расширяет кругозор детей, побуждает к действиям с новыми материалами, экспериментированию, дает детям возможность выразить свои мечты, желания в творчестве. Детей также очень привлекают и самые обычные коробки, дощечки, деревянные чулочки, одноразовые тарелки, стаканы, прочие предметы, которые взрослыми не рассматриваются как игровые. Бросовый материал очень ценен для конструирования, он дает детям представление о пластичности, изменчивости форм. Я еще об этом буду говорить, хорошо? Его можно... Еще вебинар не закончен. Можно сминать, деформировать, изменять по своему усмотрению, комбинировать с другими. Например, изготовить кукол из одноразовых пластиковых ложек, перевернутых бумажных стаканчиков, пририсовав личико и сделав прическу из ниток, и поселить их в доме из картонных коробок, где мебелью будут коробки поменьше, из-под продуктов и соков. В Центре конструирования в старшей и подготовительной группах представлены различные конструкторы. Например, деревянные, набор деревянного конструктора «Лесовичок», набор деревянных кубиков, например, строительный «Томик», всем известный. Что еще? С их помощью дети имеют неограниченную возможность придумывать, создавать свои постройки, проявляя любознательность, сообразительность, творчество. Металлический конструктор знакомит детей с первыми винтиками и гайками, ключом, отверткой. Дети собирают своими руками модели, изображенные в инструкции, и то, что окружает повседневные жизни тоже. Детям интересны различные конструкторы с различными типами креплений. Постройки из них более прочные и позволяют развивать сложную сюжетную игру с использованием кукол, фигурок, не боясь, что сооружение развалится. Если малышам достаточно цветового разнообразия конструкторов, то старшим воспитанникам требуется разнообразие тематическое. То есть одного-двух наборов конструктора им будет недостаточно. Нужно иметь строительный материал, из которого они смогут возвести и автозаправку, и детскую площадку с качелями, например, и ферму, и зоопарк. Конструирование, постройка из тематического набора перерастет в увлекательную игру с соответствующим сюжетом. Конструктор фермы, конструктор зоопарка, конструктор пластиковый трубчатый и так далее. Группа старшего дошкольного возраста. Здесь, конечно, больше разнообразия, богаче придется оснастить, поскольку к прежним видам конструкторов к ним прибавляются металлические скреплениями на гайках и винтах, пластиковые скреплениями, скобами, деревянные, в которых детали крепятся при помощи штифтов, мелкие конструкторы лего тематической направленности. К примеру, домик для куклы с мебелью, кафе, больница, аэропорт, вокзал, что еще. Кроме того, в уголке должны быть непременно в наличии схемы рисунки, фотопостроек, городских и деревенских пейзажей. Как раз вот сюда можно отнести и это ответить могу таким образом на вопрос. Еще разрабатываем уже программу, отражающую культурные традиции разных народов. Отражаем это в рисунках, схемах фотопостроек, городских деревянных, деревенских пейзажей. Возможно даже поместить фотографии населенного пункта, где проживают дети. Что еще? Не следует забывать о наличии запаса в бумаге, разной текстуры, формы. Что еще может здесь быть? Плоскостные, объемные персонажи, транспорт, деревья, клумбы, ограды, то есть игрушки с обозначением этих объектов. Также для реализации образовательных задач используется крупный напольный конструктор, набор кубиков, пластилин, что еще? Кирпичики, цилиндры для сооружения построек на столах, контейнерах, ящиках. Пазовый конструктор, блоки Дьениша, тоже сюда же палочки Кюзинера, кубики Никитина, наборы геометрических фигур разного цвета для плоскостного конструирования. Счетные палочки тоже, игрушки небольшого размера, бумага разной фактуры, плотности, толщины. И в соответствии с принципом вариативности, не менее чем один раз в три месяца наполнение центра конструирования меняется, дополняется новыми видами конструкторов природного материала, забавными игрушками для обыгрывания построек, а также рисунками и фотографиями различных строений, образцов поделок из бумаги, природного материала, чтобы интерес детей к этому виду деятельности не угасал, а наоборот возрастал и давал толчок к кознанию нового. Для успешной работы конструкторского центра необходимо учитывать следующие принципы. Первый принцип – это безопасность. Все материалы и инструменты должны быть безопасны для детей. Например, в младших группах не используются мелкие детали, которые могут представлять опасность. Возрастная адаптация. Следующий принцип – оборудование и материалы должны соответствовать возрастным нормам, возрастным особенностям детей. В младших группах акцент делается на простые формы, а в старших – на более сложные конструкции и использование различных материалов, таких как бумага и природные элементы. Следующий принцип – это доступность материалов. Уголок должен быть удобно организован, чтобы дети могли легко получать доступ к материалам и самостоятельно их использовать. Это включает использование низких полок и стеллажей для хранения. Еще принцип разнообразия материалов. Важно обеспечить наличие различных видов конструкторов – пластиковых, деревянных, бумажных и других материалов для творчества. А это позволит детям экспериментировать и развивать свои навыки. Следующее – эстетическое оформление. Уголок должен быть привлекательно оформлен, чтобы вызывать интерес у детей. Названия уголков в наших центрах должны быть понятны детям, отражать суть деятельности, например, страна фантазии или город мастеров и так далее. Об этом я еще тоже более подробно поговорю. При организации центра конструирования в дошкольном образовательном учреждении необходимо учитывать ряд мер безопасности, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для детей. Основные меры включают в себя выбор безопасных материалов. Используем только крупные детали конструктора размером не менее 4-5 см, чтобы избежать риска удушья у маленьких детей. Мелкие детали следует исключить. Все новые конструкторы, пластиковые и деревянные, должны быть проверены на наличие производственного брака, такого как заусенцы или сколы, которые могут поранить детей. Следующая мера – контроль за использованием материалов. Используйте природные материалы, шишки, листья для самостоятельного творчества, но следите за тем, чтобы мелкие элементы – желуди, ракушки – используясь только под контролем педагога. При работе с проволокой и мелкими металлическими деталями в старших группах также необходим контроль со стороны воспитателя. Обучаем детей правилам безопасности. Очень важно обучать детей основным правилам безопасности при работе с материалами и инструментами, чтобы они понимали важность, аккуратность и осторожность. Следующая – это организация пространства. Центр конструирования должен быть удобно расположен, чтобы дети могли легко подойти к нему и самостоятельно взять материалы. Храним тяжелые и крупные строительные материалы ниже легких, чтобы предотвратить травмы при падении. Эстетика, функциональность. Обеспечьте эстетически привлекательное оформление центра, чтобы он вызывал интерес у детей. Все оборудование должно быть функциональным и доступным. И регулярно отслеживайте активность детей в центре, заменяя менее популярные материалы на более интересные и безопасные. Соблюдаем санитарные нормы. Все элементы оснащения должны соответствовать с санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, что гарантирует надежность их использования. Эти меры помогут создать безопасную и развивающую среду для детей в центре конструирования, способствуя их творческому развитию и обеспечивая защиту от возможных травм. Эстетическое оформление центра конструирования в детском саду играет важную роль в развитии творческих способностей детей, их мышления, мелкой моторики. Правильное оформление этого центра способствует созданию привлекательной и стимулирующей среды для детей. Основные цели оформления – это создание интереса конструктивно-модельной деятельности, стимулирование творчества и свободы самовыражения, обеспечение доступности материалов и оборудования для детей. И какие предлагаются рекомендации по оформлению? Цветовая гамма. Используйте 3-4 гармонирующих цвета, избегая чрезмерно ярких и кричащих оттенков. Это поможет создать спокойную, уютную атмосферу. Тематика оформления – это включение изображений, знакомых детям объектов, например, тех же зданий, памятников, углубляет их знания о родном крае и воспитывает любовь к окружающему миру. Материалы для творчества. Что здесь? Оборудование должно включать в себя разнообразные строительные материалы, такие как конструкторы разных видов, природные, бросовые материалы, а также элементы для декорирования, пайетки, стразы для создания маленьких произведений искусства. Опять же, возрастные особенности. Учитывайте психофизиологические особенности детей разных возрастных групп при выборе материалов, оформлении зоны. Например, для младшей группы подойдут изображения любимых персонажей, а для старших более сложные архитектурные элементы. Названия могут варьироваться в зависимости от возрастной группы и цели, которые ставит перед собой воспитатель. И хотел бы привести несколько примеров названий для центров конструирования. Названия для младшей группы. Маленькие строители. Это название подходит для детей, которые только начинают знакомиться с конструированием, легко объясняются с помощью их непосредственного опыта, или еще веселые кубики. Привлекает внимание детей, ассоциируется с игрой и весельем. Название для старших групп. Страна фантазии. Стимулирует воображение, творчество детей, побуждая их создавать что-то необычное. Или город мастеров. Подчеркивает навыки и умения детей в строительстве и создании модели. Конструкторское бюро. Создает атмосферу профессионализма и серьезности в процессе конструирования. Маленькие зодчи указывают на творческий аспект архитектуры и строительства. Названия центров должны быть понятными и доступными для детей. Важно, чтобы они вызывали интерес и желание заниматься конструированием. Также можно использовать изображения или плакаты, чтобы визуально обозначить назначение уголка. Организация образовательного процесса. Вообще работа центра конструирования должна быть структурирована следующим образом. Планирование занятий. Воспитатели разрабатывают планы занятий с учетом возрастных особенностей детей и цели образовательной программы. Использование проектов, реализация проектов, например, таких как «Страна конструирования» помогает углублять знания детей о строительстве, инженере с помощью практической деятельности. И вовлечение родителей. Организация совместных мероприятий с родителями способствует повышению интереса конструированию, укреплению взаимодействия между семьей и дошкольным образовательным учреждением. Правильно организованный центр конструирования в дошкольном образовательном учреждении не только способствует развитию ключевых навыков у детей, но и создает условия для их активного участия в образовательный процесс. Занятия по конструированию могут быть организованы в различных формах, включая конструирование по образцу. Дети повторяют этапы за воспитателем. Тоже конструирование по образцу. Дети создают аналогичные изделия на основе демонстрации готового образца. Конструирование по условиям. Дети разрабатывают свои модели, основываясь на заданных характеристиках. Конструирование по теме. Каждому ребенку предлагается выбрать собственный замысел на общую тему. И хотелось бы привести просто пример перспективного планирования для средней группы. Может включать в себя следующее занятие. Сентябрь. Вид деятельности. Конструирование из природного материала. Название деятельности. Ковер из листьев. И учим составлять композицию из осенних листьев. Развиваем творческое мышление. В ноябре, например, конструирование из бумаги. Фонарики делаем. Учим складывать круги и соединять их между собой. В декабре. Конструирование из строительного материала. Двухэтажный дом. Учим сооружать постройки с перекрытиями. Ну и так далее. Эти занятия помогут детям развить не только технические навыки, но и воображение, а также умение работать в команде. Педагогические проекты, реализуемые с помощью конструкторов, могут значительно обогатить образовательный процесс в дошкольных учреждениях. И хочу предложить несколько идей, направлений для таких проектов. Например, проект «Страна конструирования». Цель проекта – внедрение конструирования и робототехники в образовательный процесс. Задачи какие ставим? Обеспечить целенаправленное применение конструкторов в образовательной деятельности. Создать центры конструирования в каждой возрастной группе. Повысить интерес родителей к совместному техническому творчеству через мастер-классы и проекты. Что еще? Использование лего-конструкторов. Здесь, следующий проект, цель – это развитие конструктивного мышления, первоначальных навыков у детей. Задачи, какие здесь можем поставить? Организовать работу по применению лего в образовательной деятельности. Формировать навыки начального программирования. Развивать коммуникативные навыки и умение работать в команде. Следующий проект – техническая сказка. Сочинение и создание материалов для технической сказки с использованием различных видов конструктора лего. И здесь форма организации – конструирование по образцу, замыслу или модели. И совместное конструирование с педагогом. В качестве итога – это участие в конкурсе, например, «Икоренок» с презентацией созданных проектов. Следующий еще вариант проекта – конструирование как метод диагностики. Используем конструктор для наблюдения за игровыми навыками детей. Задача – это наблюдение за спонтанной коллективной игрой для выявления проблем и потребностей детей. Использование лего, например, для коррекции звука, произношения и ознакомления с окружающим миром. Еще проект, который хочу предложить вашему вниманию – интеграция образовательных областей. Интеграция технического конструирования с художественно-эстетическим развитием. Создание целостного образа произведения с помощью конструктора, бумаги, бросового материала и других средств. Развитие творческого потенциала через изобразительную, музыкальную и театрализованную деятельность. Эти проекты не только способствуют развитию технических навыков у детей, но и формируют у них интерес к сотрудничеству, творчеству и исследовательской деятельности. Для привлечения родителей к занятиям по конструированию в детском саду можно использовать различные методы, подходы. Тоже в качестве примера организации совместных мероприятий. Мастер-классы. Проведение мастер-классов, на которых родители могут вместе с детьми создавать конструкции. Это способствует взаимодействию, укрепляет связь между родителями и детьми. Выставки работ. Организация выставок, на которых будут представлены работы детей, выполненные с использованием конструкторов. Это вызовет интерес и гордость за достижения детей. Различные информационные встречи. Сюда что можно включить? Консультации для родителей. Проведение консультаций, на которых родители смогут узнать о пользе конструирования для развития детей. А также о методах и подходах, используемых на занятиях. Информационные буклеты. Распространение информационных буклетов с информацией о том, как конструирование помогает развивать мелкомоторику, логическое мышление, творческие способности и так далее. Вовлечение в процесс. Совместное планирование занятий. Приглашаем родителей участвовать в планировании тем, занятиях или выборе проектов, которые будут интересны детям. Создание семейных проектов. Предлагаем, можем предложить родителям вместе с детьми разработать и реализовать семейный проект по конструированию, например. Включение каких-то игровых элементов, сюжетные игры, включение игровых элементов в занятия, где родители могут играть роли персонажей, что сделает процесс более увлекательным. Дидактические игры, использование игры для развития внимания, наблюдательности, которые можно проводить как с детьми, так и с родителями. Обязательно обратная связь. Опросы, обсуждения. Проводим опросы среди родителей о том, какие темы им интересны для совместных занятий. Это поможет лучше понять их ожидания и предпочтения. И регулярные отчеты о прогрессе. Информируем родителей о достижениях их детей в конструировании с помощью отчетов или презентаций. Эти методы помогут создать активное сообщество вокруг занятий по конструированию и повысить интерес родителей к участию в образовательном процессе своих детей. Ох, времени совсем не остается, а еще хочется рассказать очень быстро, ладно. Но занятия по конструированию можно эффективно использовать приемы ТРИС. Теория решения изобретательских задач, которые способствуют развитию творческого мышления, изобретательности у детей. И какие можно внедрить методы. Например, проблемные задачи. Постановка проблемных задач. Создание условий, при которых дети должны самостоятельно находить решение. Например, предложить задачу построить мост из заграниченного количества материалов и без четких инструкций. Что еще? Можем использовать здесь противоречия. Обсуждаем с детьми противоречия в процессе конструирования. Например, как сделать конструкцию устойчивой и легкой одновременно. Развиваем критическое мышление. Игровые элементы, включаем сюжетные игры, включение игровых элементов, где дети могут разыгрывать ситуации с использованием своих конструкций. Это помогает развить креативность и воображение. Еще есть такой метод маленьких человечков. Что это такое? Использование воображаемых персонажей для создания историй вокруг построек. А это делает процесс более увлекательным и интересным. Медактические игры. Здесь что может быть? Морфологическая копилка. Создание копилки идей, где дети могут собирать различные элементы и комбинировать их для создания уникальных конструкций. Создание паспортов объектов. Предложите детям описать свои конструкции. Что это такое? Как работает? А это развивает навыки объяснения презентации. Обязательно, конечно, рефлексия и самооценка. Обсуждаем результаты. После завершения занятия проводится обсуждение успешных решений и возможных улучшений. Это поможет детям учиться на своих ошибках и находить новые подходы к задаче. И поощряем детей оценивать свои конструкции, процесс работы. А это способствует развитию самокритичности и уверенности в своих силах. Эти приемы ТРИС помогут сделать занятия по конструированию более интересными, продуктивными. Способствуя развитию творческого потенциала детей. Для оценки эффективности занятий по конструированию в детском саду можно использовать различные методы, которые помогут определить, насколько успешно достигаются образовательные цели и развиваются навыки детей. Какие методы оценки мы можем с вами использовать? Наблюдение. Постоянное наблюдение. Воспитатели могут наблюдать за процессом конструирования, фиксируя активность детей, их интерес, взаимодействие друг с другом. Это позволяет оценить уровень вовлеченности и инициативы. Помимо постоянного наблюдения можем использовать структурированное наблюдение. Это разработка критериев для оценки конкретных аспектов деятельности, таких как способность следовать инструкциям, креативность, умение работать в команде. Дальше. Мониторинг результатов. Промежуточный мониторинг и оценка конечного продукта. Промежуточный мониторинг, проведение регулярных проверок, усвоение материала, например, дважды в год, в сентябре и в мае, чтобы отслеживать прогресс детей в конструировании. Оценка конечного продукта. Анализ готовых конструкций на соответствие с заданным условием и креативность. Это может включать оценку прочности, функциональности и эстетики построек. Рефлексия. Самооценка детей и обсуждение с педагогом. Поощряйте детей обсуждать свои работы и решения, которые они приняли в процессе конструирования. Это помогает развивать критическое мышление и саморефлексию. Проводим беседы с детьми о том, что им понравилось во время занятия, что было сложным, какие новые знания они получали. Осуществляем оценку взаимодействия, анализ групповой работы и также еще получаем обратную связь от родителей. Анализ групповой работы. Здесь оценка того, как дети взаимодействуют друг с другом при выполнении совместных проектов. Это может включать распределение ролей, умение слушать и учитывать мнения других. По поводу обратной связи от родителей. Сбор отзывов от родителей о том, как занятия по конструированию влияют на развитие их детей дома. Что еще? Использование дидактических игр. Игровые методы оценки используем. Включаем игровые элементы для проверки усвоения материала. Например, игры на внимание. И соотнесение построек с карточками. Это поможет сделать процесс оценки более увлекательным. И вот эти методы помогут создать комплексную систему оценки эффективности занятий по конструированию, обеспечивая всесторонний анализ как образовательного процесса, так и развития детей. Центр конструирования и система конструктивных игр способны реализовывать образовательный потенциал пространства группы и детского сада, обеспечивают условия для полноценного интеллектуального и творческого развития личности дошкольника, общения, совместной деятельности детей и взрослых. Задача педагогов и родителей – это создание максимально эффективной развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении. Использование потенциальных возможностей конструктивных игр для гармоничного развития дошкольников. Спасибо за внимание. А это мало? Можем предложить им помочь, почему бы и нет, конечно же. Вы сами ответили в своем вопросе на свой... ответили на свой вопрос непосредственно в формулировании, формулировке своего вопроса. Сейчас? Или вообще вебинар посвятить гармоничному развитию ребенка? Будем иметь в виду. Хорошо, спасибо. Если, да, в целом какие-то темы интересны, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем иметь в виду и обязательно, конечно же, возьмем в работу. То, что нам важно, чтобы наши вебинары были нужными, продуктивными, интересными, чтобы вы потом могли использовать. Хорошо, будем иметь в виду. Возьмем в учет. Спасибо. Спасибо за отзывы. Это тоже тема отдельного вебинара. Хорошо. Тогда будем... Возьмем на заметку. Здесь можно посвятить много времени этому, этой теме. Да, спасибо за идеи. Здорово. Очень важно. Есть ли еще вопросы касаемо вебинара, сегодняшней темы? Если что, я сейчас отключусь, поскольку мне нужно дать слово Катяне Викторовне, и я буду видеть ваши вопросы. Если что, тогда отвечу, если они появятся. Спасибо огромное за отзыв. Тоже очень важно, приятно. Благодарю за внимание. И хорошего дня, прекрасного настроения. Будем ждать вас на наших последующих вебинарах. До новых встреч. Продолжение следует...